Всем привет, с вами Кира Котова. Сегодня поговорим про удивительную женщину, которая прошла непростой путь. Она обладала большой властью и силой. Русская рабыня, которая смогла победить самую могущественную и кровавую султаншу. Та, которая была женой самого безумного султана за всю историю Османской империи. Именно эта женщина так и останется неизвестной, так же, как и ее прошлое. Нет, это не Хюрем Султан. Ее гаремное имя известно в наши дни как Турхан, Хатидже Султан. Она была женой Ибрагима Первого Безумного. Женщина смогла достичь практически безграничной властью. Она стала самой сильной султаншей из женского султаната. И она же закончила этот жестокий век. Историки не могут ответить на вопрос, когда именно и где была рождена Турхан. Предположительно, девушка родилась в 1627 или 1628 году. Девочка попала в плен при очередном набеге на Русь. Также до наших дней сохранились записи купца из Франции Таверния, который писал в своих записях, что девушку привезли с Кавказа и она была черкешенкой. Конечно, саму мать Мехмеда IV купец не мог видеть. Следовательно, можно предположить, что эта информация о происхождении Турхана ему пришла от третьих лиц. Но такая версия в истории имеет место. Девочка, которую звали Надя, это одно из предположений историков, украли татары и продали во дворец к султану. Девушка была очень красива и благодаря ее внешности Кюсем султан посчитала, что она сможет привлечь внимание ее сына Ибрагима. Он как раз совсем недавно занял трон и приступил к управлению Османской империей. У Ибрагима не было детей и, чтобы продолжить род Османов, собирался большой гарем вокруг него. Кюсем переживала, что ее сын не может обзавести Шихзаде. Молодую Надю отправили на обучение к дочери Кюсем Атеке Султан. Наде в тот момент было 14-15 лет. Имя девочка получила от Кюсем Турхан Хатидже. Если бы в тот момент Кюсем Султан знала, что она сама своими руками взрастила ту, которая ее погубит. Но султанша не была Нострадамусом и не чувствовала опасности от Хатидже. Юную Турхан обучили и вскоре она войдет в гарем к самому безумному султану Османской империи. Девушку готовили лишь для одной миссии. Она должна была родить Шихзаде и продолжить род Османов. Златовласая красавица с выразительными зелеными глазами смогла покорить сердце Ибрагима. Султан настолько сильно полюбил Турхан, что стал называть ее своей хосики. Хотя такой титул давался только тем девушкам, которые рожали наследника. Через два года мечта Кюсем сбылась и на свет появился Шихзаде Мехмед. Он станет следующим султаном в Османской империи. Вскоре девушка снова забеременела и подарила Ибрагиму Гиверхан Султан и Атеке Султан. Самым последним ребенком Хатидже был Ахмед, но он погиб во младечестве. После этого Ибрагим стал портиться. Он со временем сходил с ума. Ему начали нравиться девушки с пышными формами. Его агрессия росла не по дням, а по часам. По каким-то непонятным причинам султан стал плохо относиться к своему единственному сыну. Историки упоминали, что султан вырвал из рук у Турхана ребенка и бросил его в пруд, где он сильно ударился головой. Благодаря тому, что лекари быстро поспели и оказали помощь юному Шихзаде, он выжил. И у сына Ибрагима остался шрам на лице после безумца его отца. Хатидже старалась не трогать и не провоцировать своего безумного мужа. Султан полностью охладел Хатидже и та посвятила себя своему сыну, будущему султану Османской империи. Но Ибрагим не смог удержаться на престоле султана. Его обвинили в безумстве и свои же преданные чиновники казнили Ибрагима. Сын Хатидже стал следующим султаном Османской империи в возрасте 6 лет. Хатидже Турхан вскоре придется убрать с пути Кюсем султан, так как та попытается отравить ее сына и посадить на трон другого своего внука Сулеймана. Но войну Турхан выиграет и станет самой влиятельной женщиной Османской империи, на которой оборвется женский султанат. Она не станет давить на своего сына и принимать за него решения. Она отдаст всю власть в его руки, а сама уйдет в тень и только изредка будет помогать советами своему сыну.